Здравствуйте! Продолжаем литературное чтение. Я глянулся посмотреть часть 11. Мне повезло. Я вырос среди людей творческих, любящих дело, которым они занимались. Мои родители, в отличие от большинства советского народа, жили своей жизнью, где победы и радости не сверяли с идеями партии. Папа был убежденным беспартийцем, что не прошло незамеченным со стороны властей. Ему долго не давали никакого звания. Это сказалось на зарплате и месте в очереди за некоторыми благами. Но отец не переживал по этому поводу. Среди папиных друзей не было ортодоксальных приверженцев советского строя. Хотя были люди с партбилетами, что не отражалось на их человеческих качествах. И дома, и в театре комедии, и в пионерском лагере «Космос». От взрослых можно было услышать и очередной анекдот про Брежнева, и про пионера Жопонера, и многое другое, что в иной компании считалось бы крамолой. Узкому кругу интеллигенции позволялось чуть больше, чем остальному советскому народу. Поэтому люди так стремились попасть на закрытые мероприятия. На концерты авторской песни, на выступления Жванецкого и на капустнике театра комедии. Я знал и о Сталине, и о ГУЛАГе. Узнал, что в 1938 году Александра Люлько, моего деда, арестовали и дали 15 лет без права переписки. То есть расстреляли. Бабушку, как жену врага народа, отправили в ссылку на 5 лет, а маму и ее маленького брата Виктора отдали в разные детские дома. Но это был особый цинизм сталинского правосудия. Разлучать детей, чтобы не было сговора, чтобы не договорились о мести, чтобы растворились в буднях великих стройках. Через несколько лет мама нашла братишку, каким-то чудом добилась разрешения жить с ним в одном детдоме. Я все это знал. Но эта тема не муссировалась. Видно, родители опасались, что я могу сказать лишнее не в том месте. Папа постоянно слушал BBC «Голос Америки», не только музыку. Однажды я решил поведать класс, услышанное по вражеским голосам. К счастью, по реакции учительницы, я моментально сообразил, что ляпнул не то и постарался замять дело. Обошлось. Для меня не было секретом, что мы живем в информационной яме. Я читал «Один день его» Дениса Солженицына. Не могу сказать, что повесть потрясла меня до глубины души, но поразил сам факт, что скоттская жизнь может стать обыденностью. Я с радостью надел красный галстук, но не потому, что он с красным знаменем цвета одного, а как символ вступления во взрослую жизнь. Прием в комсомол уже никаких эмоций не вызывал. Я никогда не рвался исполнять комсомольские поручения. Впрочем, в хоровом училище ими и не напрягали. Походы на демонстрацию в субботнике случалось у нас крайне редко. Но после училища система напомнила о себе. Чтобы подать документы в театральный институт, пришлось получать специальное разрешение в управлении культуры. Так как я получил не обычный адестант зрелости, а диплом об окончании специального учреждения, с которым имел право поступать только в консерваторию или в институт культуры на дирижерское хоровое отделение. Как у всех советских первокурсников, учеба в институте начиналась с уборки картофеля. Я был так счастлив, когда поступил в Легитмик, в театральный институт, что был готов на любые подвиги. Многие из нас от колхоза ждали романтики. Какая разница где-то оказался в компании единомышленников. Это был период знакомства, узнавания. Все было довольно интересно. Но романтика быстро кончилась. Было не по-сентябрьски холодно. Постоянно лил дождь, выковаривать картошку из грязи по 8 часов в день. Удовольствие не из приятных. Мы больше стояли и курили, чтобы не замерзнуть. Я никогда не стремился заниматься тем, что мне неинтересно. И даже ради того, чтобы получать за это какие-то дивиденды. В колхозе от нас никто не ждал ударного труда. Никто ничего не обещал взамен. Мы быстро это поняли и старательно изображали усердие, когда появлялись зрители. А они делали вид, что верят нам. Так большая вампука со всех сторон. Как, собственно, и во всей стране. Один Владик Вайтановский, которого назначили бригадиром, пытался на полном серьезе выполнять свои обязанности. Бегал по полю, мерил шагами делянки, взвешивал рожай. И объявлял выговоры отстающим. Поначалу большинство относились к его кипучей деятельности с иронией. Но через неделю энтузиазм Вадика стал всех раздражать. Мы устроили собрание и переизбрали его. После трудового дня наша бригада возвращалась в неотапливаемый корпус детского сада, где мы квартировали. На ужин в очередной раздавали картошку с тушенкой. Потом начиналась гулянка. Мы пили каждый вечер, чтобы согреться, чтобы заглушить постоянное чувство голода, чтобы вкусить радость взрослой жизни. С нами в колхозе работали ребята с курса Товстоногова. Они были старше, закаленнее. И умело сочетали пьянку с капустниками. В их компании было интересно. И мы по мере возможности пытались принять участие в творческом процессе. Временами и у нас чувство юмора брало верху. И все же это было не лучшее время нашей жизни. Хотя согревала мысль, что через три недели мы приедем в институт. Когда мое бренное тело собирало картошку на ветру и спало в ватнике пьяным в детской кроватке, моя душа была далека от этих мест. Система функционировала по своим законам, без учета мнения граждан. Никто не интересовался мнением творческой и технической интеллигенции, и тем более студентов, когда посылали отряды из НИИ, культурных учреждений, вузов, спасать очередной урожай, который не могли сначала собрать, а потом сохранить. Нас обязывали ходить по квартирам с агитационными материалами к выборам, где из одного предложенного партии кандидата нужно было выбрать самого достойного. Нас снимали с занятий каждый раз, когда приходила разнарядка из райкова. Кацман ходил ругаться в деканат, прекрасно понимая, что институтское руководство не поможет, и оно не может ослушаться партийного начальства. Все же его справедливый гнев иногда срабатывал. Посылали других, но чаще в общие обоймы мы тащились выполнять никому не нужную миссию. В таких случаях Аргадьевич напутствовал нас оригинальным образом. Если вам предстоит ночью ехать через лес в грозу, лучше это любить, чем не любить. Собирайте впечатления. Только на четвертом курсе нас, наконец, оставили в покое. После весенней сессии на первом курсе, как во всех вузах страны, в логитмике, начался трудовой семестр. Можно было выбирать, остаться торговать овощами в Ленинграде или поехать в составе студенческого строительного отряда на север. В деканате перед отъездом нам нарисовали романтическую картину, как мы будем прокладывать железную дорогу, класть шпалы и рельсы, а потом получим бешеные деньги. Саша Калинин, у которого был большой опыт в строеотрядовской жизни, сказал, что, безусловно, стоит ехать, а если там заработков не будет, отвалить на вольные хлеба, то есть самим найти работу, шабашку. Коля Павлов, Марина Паренкова, я и Саша отправились в республику Коми за длинным рублем. Когда мы приехали на место, то обнаружили, что объект уже зарос травой, никто на нем не работал, шабашники ходили пьяные, а в конторе стояли еще два бидона браги. Нам это было на руку. Два дня мы ждали работу. На третий день Саша устроил скандалы, сказал, что мы уезжаем. Командир строительного отряда угрожал, что сообщит, куда надо о нашем поведении, что нас выгнят из комсомала. Но Саша сказал, ерунда. Так и вышло. Никто никуда ничего не сообщал. Командир прекрасно знал, что ему попало бы в первую очередь за то, что он потерял бойцов. В шестером к нам присоединились еще два первокурсника, и мы уехали в город Печора и нанялись там на стройку. Одну неделю мы делали опалубку для фундамента, вторую крыли крыши на ангарах. Мы приехали заработать, и хотя было очень тяжело, пахали без дураков и день и ночь. Спали по три часа. Поесть не всегда удавалось, а выпивки вообще мысли не было. Был азарт, желание не пасануть перед другими. Мол, я тоже могу. Чтобы взбодрить себя, мы шли на смену строем с песней за то, что только раз в году бывает май, за яркую зарю в сиянии дня. Этот мир маршировали мы придуманными нами. На нас смотрели, как на сумасшедших. На стройке вкалывала только наша команда. В Печоре мы убедились, что социалистическое производство мало чем отличается от социалистического и сельского хозяйства. Впечатления были яркие. Мы общались с несколькими водителями, двумя прорабами. Все потухшие люди выжигали плуты. Водилы, которые привозили нам бетон, чтобы намотать побольше рейсов, сваливали груз в овраг на полпути к стройке. А мы подписывали им наряды, будто все получили. Меня поразил изворотливый ум соотечественников. Я даже испытал некоторую гордость за наш народ. Но талант и смекалка шли лишь на то, чтобы не работать, обмануть начальство и срубить по-легкому. Вранье и шахер-махер мы встречали на каждом шаге. Если бы не Калинин, мы ничего бы не заработали. Калинин изучил науку соотношений на пять и знал, что бумажка больше, чем фактическое дело. Мы восхищались Сашиной способностью вовремя выпить нужным человеком, кому-то купить бутылку. Он был вась-вась с начальством. Я подозреваю, что нам закрывали гораздо больше нарядов, чем их было на самом деле. За две недели мы заработали немыслимые деньги. Я получил тысячу с лишним рублей. Другие еще больше. Это был первый и последний опыт моей строитрядовской жизни. Хотя мы еще долго жили от стипендии до стипендии, но так вкалывать желания не было. К тому же у нас было свое дело, которое требовало не меньше силы. Когда мы израсходовали деньги, то забыли и о стройке, и о тех людях, с которыми познакомились в Печоре. Встретившись с курсом, мы делились впечатлениями о трудовом леете. Песня была шабашников такая. Бетон, бетон, окутал землю вновь далеко-далеко за бетонами любовь. Ну и долго нас невестам ждать с чужой дальней стороны. Мы к земле пыренкованы бетоном. Пыренкованы от фамилии Пыренкова. Тут такой был каламбур. Плотники, бетонщики, сугресс, лесоремонтажники, мух, сэм, путейщики, подбойщики, СМП. Работу в советской торговле ребята описывали так. Ни кочегари мы ни плотники, уж подавно ни актрисы, нет, а мы торговые работники, да, из-под прилавка шлем привет. Берите тухлые, отгнили пухлые. В конце концов, ведь можно жрать и их. Вот квас разбавленный, брикет раздавленный. Есть яйца битые, а для своих. Вино искристое, икра зернистое. Хоть райских яблок можем предложить. Есть куры финские, сардельки римские. Чего греха таить, здесь можно жить. Один раз курсу Кацмана доверили выступить на празднике Дзержинского райкома партии, который проходил в Доме кино. Какую ерунду мы мололи со сцены, я уж не помню, зато хорошо запомнил буфет. В Дом кино мы ходили часто, и что почем в этом буфете знали прекрасно, но для партийцев все отпускалось по другим ценам. Бутерброд с икрой, который обычно стоил 6 рублей, в тот вечер можно было купить за 17 копеек. Мы сразу почувствовали легкость номенклатурно-партийного бытия. Впечатления были настолько яркие, что мы долго обсуждали эту историю. Мастера внимательно нас слушали, но никогда не читали обличительных лекций. Все разговоры были только по делу. Когда мы начали репетировать братьев Карамазовых, волей-неволей пришлось погружаться в историю. Много говорили о переломе, который произошел в российской жизни в конце 19 века, когда из искреннего желания сделать жизнь лучше стала зарождаться бесовщина, приведшая к революции террор. Достоевский оставлял открытым вопрос, что станет с Алешей. Дальше. Ведь в бесах нежные, одухотворенные мальчики, вступив на путь борьбы со злом, становятся чудовищем. Обсуждая ситуацию братьев Карамазовых, мы касались и наших дней. В 80-е было понятно, что это уже не та страшная сила, которая не считала жертв в стремлении к всеобщему счастью. Сила была на исходе. Не приходило дня без нового анекдота о советской власти, без шуток сатириков и песен Высоцкого. Система ветшала, и мы не догадывались, что она рухнет так скоро. Нас не пускали в театры, в ленинградские театры, только в БДТК, то в Станоговую, да и то не на все спектакли. Лев Абрамович не хотел, чтобы мы смотрели и его постановки, которыми он сам был недоволен. Ему было тяжело добиваться своего с чужими актерами. В основном, по мнению педагогов, на ленинградской сцене царила пошлость. Под пошлостью они понимали безответственность, неуважение к тексту автора, отсутствие режиссерской мысли. Находки режиссера ограничивались световыми и музыкальными решениями спектакля. В нем не было конфликта, не было действия, так, как такового, актеры лишь с более или менее правдоподобной интонацией произносили авторский текст. Мне неинтересно смотреть, как Чутькин играет жлоба, потому что он сам жлоб. Здесь нет искусства, это только кривляние, объяснил Кацман. Когда Аркадий Райкин играет жлоба, это искусство, потому что я вижу, что сам артист не такой. Он играет свой взгляд на этого жлоба. Аркадий Ивич и Лев Абрамович не были диссидентами, но они создали абсолютно антисоветскую систему обучения. Русский театр это театр психологически правдивый, это честные разговоры человеческой души. В советское время открывать душу было опасно, а сейчас не модно. В мастерской Кацмана открытость оберегалась, она пестовалась. Нас учили в любых обстоятельствах оставаться людьми. Окружающий мир это окружающий мир, это твоя душа, это твоя душа. И не дай Бог свою душу испоганить. Будь человеком, радуйся жизни. Кацман утверждал, сердце, вот инструмент актера, вот его главный мускул. Тренируйте его. Все четыре года изо дня в день помимо профессии нас учили серьезно относиться к делу, добиваться результата. И когда научили, то оказалось, что в этом и есть гражданская позиция. Я и сейчас считаю, что если ты ответственен перед собой, перед семьей, ты выполняешь свой гражданский долг. Нравственные навыки давались нам с не меньшим трудом, чем профессиональные. Часто выведенные из себя нашего балдуйства Маркадий Юрьевич начинал выскакивать из кресла, причмокивая, кто это, что это, при чем тут это, простите, я прерву. Но Донин спокойно отвечал, не надо. Кацман на время успокаивался, но потом опять начинал выскакивать. Тогда Лев Абрамович и Валерий Николаевич удерживали его в кресле с двух сторон. Просто фактически держали за. Что вы себе позволяете, кричал Кацман, опустите меня, я взрослый человек. Пробовал сопротивляться Аркадьевич, но без результата. Вообще в спорах Кацмана и Додина, которые случались, но исключительно по творческим вопросам, как правило, верх одерживал Лев Абрамович. Кацман объясняет студенту какую-то сцену. Додин лишь молча наблюдает и вдруг его прорывает. Нет, Аркадьевич, нет, я категорически не согласен. Эта сцена должна быть разобрана не так. Начинает объяснять свое видение. Лева, что ты говоришь? Лева и ты случалось в редких случаях и указывало на то, что Кацман начинает закипать. Но Додин был непреклонен. Аркадьевич уже не сдерживает эмоции и приводит последний аргумент. Кто руководит курсом? Я или вы? Лев Абрамович спокойно поправляет. Мы. И продолжает настаивать на своем. Доходило до того, что один из них хлопал дверь и уходил. На следующий день оба вели себя так, будто не было никакого инцидента. Мы тоже спорили с педагогом и горячо отстаивая свою точку зрения. Это не только не возбранялось, это поощрялось. Ощущение, что мы делаем одно дело, дело на равных, никогда не покидало нас. Доверие было абсолютное, поэтому все, что они говорили, запоминалось и ложилось на сердце. Вы должны быть приветливы со всеми, призывал Аркадий Иванович. Вас должны любить все, от декана до вахтерши. Этот призыв педагога, как и многие другие, я взял на вооружение позже, в группе секретов. Наш курс выделялся на общем институтском фоне именно позитива. Мы были веселы, как все молодые, но благодаря Кацману это было не бездумное веселье, а заразительное озорство, которое никого не оставляло равнодушным. Мудрое веселье, которое декларировал Аркадий Иванович, мы демонстрировали на различных юбилеях. Это был еще один вид тренинга. Выступление готовил с нами Валерий Николаевич. Юбилей Федора Александровича Абрамова отмечали очень широко в мраморном зале Домописатель на улице Войнова, теперь уже сгоревшем. Мы выносили водку, огурцы и пели на мотив последний бой от Родной Самой «Поставьте водки и огурцов, и мы сыграем дом спонтанно, ведь мы такие молодцы, давайте чокнемся, Абрамов». Нас всегда встречали очень тепло, прощали, подним братство, хотя я уж тогда понимал, что в этом было что-то такое неправильное, ритуальное. Мы были как пионеры на партийном съезде. К юбилею Аркадия Райкина курс готовился долго и серьезно, но в последний момент кто-то в чем-то провинился и нас на юбилей не пустили. И успех достался курсу Игоря Горбачева, они представляли наше приветствие. А вот поздравить первокурсников нам никто запретить не мог, и тут мы отводили душу. Время мчится просто жуть, мы едва успели попытаться вникнуть в суть в нашем трудном деле. Время мчится, но оно все же в нашей власти, счетчик уж ключом давно, как сказал наш мастер. Надо, чтобы учение срок не был бы мурую, как другой наш педагог говорит порою, чтобы тяжкий круг забот лег на ваши плечи, чтобы всегда я и вас хвалил, педагог по речи. В начале первого курса нас повезли в царско-сельский лицей. Для педагогов было важно показать нам непререкаемый пример для подражания. Пушкин, Горчаков, Кухельбеккер, Дельвик, все они стали гордостью России не случайно. Они готовили себя к служению высоким целям. Уже в отрочестве прочувствовали суть слов предназначения, долг, братство, любовь. Ими жили. Духовно объединенное сообщество вот чего от нас добивались. На первом курсе разговор лицеистов возникал часто. Выдавливать из себя желоба помогала чаша. Во время посиделок мы откупывали шампанское, выливали в хрустальную чашу и пускали по кругу. И каждый должен был сказать тост, высказаться о самом важном наболевшем. Последними говорили мастера что-то что-то принималось педагогами из сказанного, а что-то нет. Первое время на чаше многие отмалчивались или отделывались дежурными фразами, хотя прекрасно понимали, что этот номер так просто не пройдет. Меня поначалу эта идея тоже раздражала, но потом понравилась и нравится до сих пор. Говорить искренне это замечательно, не только для актера, для любого человека. Постепенно мы втянулись, стали открываться и точно формулировать самое сокровенное. Шаг за шагом мы пробирались к самим себе. Вот была чаша сентябрь 1981 года. Ира Селезнева говорит за встречу, за трепет, за то, чтобы нам хотелось плакать и смеяться. Миша Морозов за встречу, за искусство, которое необходимо, которое очищает. Регина Лилийкиты за сил, за волю и стихи. Рубин, Дима, за Битлз, чтобы нас так же вспоминали, как о них сейчас. Коваль, за то, чтобы душа всегда болела о том, что ты говоришь. Кандулайнин, за то, что я снова здесь вместе с вами. Иначе очень страшно. Саша Калинин, за общее дело, которое объединяет. Леонидов. Хочется, чтобы никогда не хотелось казаться быть другим, чтобы быть самим собой, чтобы говорить то, что хочется, то, что наболело. Володя Осипчук. За тот год, который так много дал, за нити, которые нас связывают. Таня рассказывала, я приехала в коме, была чужая, мне казалось, что это правда, а в аудитории фальшь. Сегодня мне показалось иначе. За это. Галендеев, за невиданные перемены, за неслыханные мятежи, особенно в 51-й аудитории. В нас есть гадости, а в них, гадких со стороны, есть хорошее. Ищите. Додин. Верить в лучшее, сталкиваясь с ужасающим. Кацман. За исповедь, за доверие, за желание быть лучше и добрее, за того, кто рядом. Мы не выходили из 51-й аудитории сутками. Было лишь одно неудобство. На курсе действовал тотальный запрет на курение. Студенты, по мнению мастеров, должны были беречь голосовые связки, особенно девочки. После очередного инфаркта Кацман, наконец, бросил курить. И чтобы не отправлять в его присутствии воздух, не курили и все остальные педагоги. Больше всех страдал Лев Абрамович. Он сидел на мастерстве и грыз спички. К концу занятий перед ним вырастала огромная гора из грызаных спичек. Мы как-то поставили ему вазу, полную спичек. Остроумно, грустно прокомментировал Додин. Галендееву было проще. Он оттягивался на собственных занятиях. Их прикуривая одну от другой сигареты. Вернее, папиросы. Север. По 14 копеек пачка. Гадость неимоверная, но почему-то не влияла на его голос никак. Заядлый курильщик легко уживался Валерия Николаевича с самым яростным борцом с курением среди нас. За сигарету можно было схлопотать. Незачет по сценической речи. У Галендееву была удивительная способность вынюхивать табачный дым и неожиданно появляться в самых непредвиденных обстоятельствах. Однажды Коля Павлов ехал на электричке за город. Поезд еще не тронулся, а Коля вышел в тамбур покурить и вдруг слышит «Брось сигарету!» В соседней электричке с севером в зубах стоял Галендеев. Мы проговели перед нашими педагогами, обожали их, хотя и по-разному. Аркадий Юрьевич приводил с нами больше времени. Он был весь наш. Мы любили его как родного дедушку. 25 декабря 1981 года курс поздравил мастера с 60-ти летием. Первая торжественная часть исполнялась под музыку первого концерта Петра Ильича Чайковского. Аркадий Юсич, родной, мы вас поздравить спешим от всей огромной страны и от души, от всей души. Как же вы хороши, как всегда, вы и бодры, и свежи, и вам сегодня можно петь. Вот вы приехали в трамвай, а не на машине. Ваш юбилей в этот час мы отмечаем, друзья, ведь не отметить его нельзя, нельзя, никак нельзя, потому что вас знает весь город, знает вас вся страна и братская семья, соцстран и страны запада, где чуждый строй и даже третий мир. А вторая часть звучала под песню Хаванагила. Аркадий Юсич, Аркадий Юсич, Аркадий Юсич, лучше педагог, Аркадий Юсич, Аркадий Юсич, Аркадий Юсич, лучше всяких гок, лучше, чем Брукс Баро, лучше Гратовского слова, вам Аркадий Юсич, в мире лучше всех. Для нас Кацман был именно таким. Додин и Глендеев были еще молоды, поэтому сознательно или нет держали дистанцию и с Аркадий Юсичем, и с нами. Импульсивный Кацман казался еще экзальтированнее рядом с уверенным в себе и спокойным Додином. Для Льва Абрамовича наш курс был огромной частью его жизни, и он посвящал нам очень много времени. Но кроме нас у него имелись и другие интересы. Он всегда торопился, поэтому мы часто общались на ходу. Но даже на ходу Додин был полностью твой, открытый, доброжелательный и чуткий. Мы понимали, что Лев Абрамович со своим трагическим мироощущением мог существовать только во вселенском масштабе. Театр для Льва Абрамовича был прежде всего кафедрой, где нужно говорить о вечном, хотя Додину никто не мог отказать в чувстве юмора. Мы интуитивно чувствовали масштаб личности своего мастера. На его 37-летие мы пели «Время летит, остановки не жди, вот за спиной уже часть пути, но для безумцев с пожаром в груди, для тех, кто ищет всю жизнь, чтобы найти все впереди. Пусть разгорается с годами нас озаряет пламя, пусть это пламя как звезда сквозь непогоду и года, словно пожар горит всегда. Многие лета тревожно пройдут подвигом веры ваш труд назовут, полные боли спектакли без лжи горят огнем ваши юные души, как мятежи. Спектакль полной боли без лжи Лев Абрамович сделал уже с нами. Продолжение будет. Продолжение будет.